Здравствуйте! В эфире утренний выпуск новостей в студии Дина Женобекова. Трагедия в Акмолинской области в результате обрушения строительных лесов. На одном из объектов Варшалынска в районе погиб 57-летний рабочий. Предположительно, мужчина упал с 4-метровой высоты. Такого рода ЧП со смертельным исходом на казахстанских предприятиях происходит нередко. 175 случаев с начала года. Пострадали порядка тысячи человек. В чем причина и как уменьшить число происшествий, расскажет Мира Альшанова. Прошло чуть больше месяца с тех пор, как с этой новостройки сорвались 4 альпиниста. Трое из них погибли. И вот сегодня стало известно о смерти рабочего на стройке в Акмолинской области. Он упал, когда обрушились 4-метровые строительные леса. Участившиеся случаи производственного травматизма и гибели людей на рабочих местах вызывают тревогу. В один миг оборвалась жизнь полусотни шахтеров в Карагандинской области. Только с начала года на предприятиях страны пострадали свыше тысячи человек. Погибли 175 рабочих, больше всего пострадавших в гурнометаллургической и строительной отраслях. Более 20% выявленных нарушений приходится на вопросы безопасности охраны труда. Основными нарушениями, выявленными при проверках является это не обеспечение безопасных условий труда, не обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, не проведение обучения работников вопросами безопасности охраны труда. Чаще всего производственные травмы люди получают в промышленных регионах – Карагандинская, Восточно-Казахстанская, Павлодарская, Костанайская области. Чтобы не допустить подобные факты, порядка трех тысяч казахстанских предприятий внедрили стандарты по безопасности и охране труда. Между тем, эксперты считают, что стране нужен специальный орган, контролирующий вопросы безопасности и труда. Нету государственной политики как таковой. Четко прописано, пускай это будет 5-6-7 пунктов, которых надо придерживаться в ближайшей перспективе. Назрела, наверное, давно необходимость хотя бы на время создать ответственную полномочную орган в виде Министерства труда, чтобы только занимались вопросами труда и безопасности и охраны труда. По мнению экспертов, в трудовых договорах должны быть прописаны все нюансы. Промышленным предприятиям важно внедрять у себя на производстве систему управления охраной труда. Необходимо также оценивать профессиональные риски и управлять ими. В приоритете должен быть человек и его здоровье. Старлинк в Казахстане не узаконен. Об этом на брифинге в правительстве сообщил министр цифрового развития инноваций и аэрокосмической промышленности Багдад Мусин. Сейчас спутниковый интернет от Илона Маска находится в серой зоне из-за пробелов в законодательстве. Дело в том, что законы не поспевают за быстро меняющиеся технологии. Если три года назад компании нужно было устанавливать оборудование в стране, которые поставляются услуги связи, то сейчас такой необходимости нет. Использование спутникового интернета законодательно урегулируют до конца следующего года, отметил министр. Это так называемая серая зона. Мы помним, как это было с триколором по телевидению. То же самое сейчас происходит по Старлинку. То есть люди устанавливают и так далее. Но однозначно мой вице-министр прав, что это сейчас не урегулировано. И получается, что законодательно сегодня непозволительно использовать технологию Старлинк на территории Казахстана. Трех жителей Кызлардинской области задержали по подозрению в организации финпирамиды QNET. Как сообщили в агентстве по финмониторингу, на протяжении трех лет под видом сетевого маркетинга и электронной коммерции они привлекали деньги жителей города. 35 вкладчиков вложили почти 44 миллиона тенге. В агентстве напомнили, что казахстанцы могут проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды через телеграм-бот «Байха-пирамида». Следствием установлено, что потерпевшими вносились денежные вклады в сумме от 840 тысяч до 1 миллиона 200 тысяч тенге. Санкции суда, трое подозреваемых арестованы, проводится досудебное расследование. Алматинские полицейские ловят подростков, которые гуляют ночью без взрослых. В одном из таких рейдов на Урусбайском районе мегаполиса стражи порядка задержали четырех подростков. Несовершеннолетние находились ночью в компьютерных клубах. Двоих юных правонарушителей забрали в участок. За другими приехали родители. На них составили административный протокол. Помимо этого, правоохранители выявили два факта незаконной реализации алкогольной продукции. Составлено 30 протоколов за распитие алкоголя в общественных местах. 16 фактов мелкого хулиганства и не только. Оперативно-профилактическое мероприятие проводится по всей республике. Рейд «Безопасный город» продлится до конца ноября. Если несовершеннолетний подросток нарушил закон первый раз, то родителям делается предупреждение. При повторном правонарушении на родителей в судебном порядке будет наложен административный штраф в размере 7 МРП. Уважаемые родители, прошу вас более внимательно относиться к своим детям. Вы знаете, что дети в силу своего возраста не отдают отчета в своих действиях. И дети становятся не только правонарушителями, но и жертвами. Их очень легко вовлечь в такие действия, как распространение наркотиков, совершение насилия в отношении других детей и так далее. Казахстанцы задолжали банкам 395 миллиардов тенге. Объем просрочки вырос с начала года на 11,3%. Больше всего жители страны задолжали по потребительским судам. Прирост января этого года превысил 15%. Меньше люди имеют просрочки по займам на прочие цели. Еще меньше по ипотечным. Если говорить о регионах, то население Алматы задолжало финансовым институтам 164 с лишним миллиардов тенге. На втором месте Шимкен. Третий долговой мешок у астанчан. А вот где меньше всего занимают, стало быть и долгов меньше, чем у других. Так это в Североказахстанской области и в области Улытау. Вот такую картину своего рода финансовой грамотности населения страны представили на информационном портале ЛС. На этом наш выпуск завершен. Не пропустите дневной и вечерний выпуски новостей. До встречи в эфире.